Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей таверне любителей компьютерного железа! На канале уже 4000 подписчиков и я хочу выразить огромную благодарность всем, кто подписался. А если вы еще не подписаны, то вы можете сделать это прямо сейчас, нажав на кнопку подписаться под видео. А сегодня мы продолжим разбираться в видеокартах RTX 3000 и выберем процессоры, которые смогут нагрузить как простенькую RTX 3070, так и топовую RTX 3090. Как я уже и говорил в прошлом видео, RTX 3070 действительно стала чуть мощнее прошлого флагмана RTX 2080 Ti, поэтому давайте начнем с самых доступных процессоров, которые смогут нагрузить эту видеокарту. Чтобы быть максимально адекватным, я не стал рассматривать четырехъядерные процессоры, которые сейчас показывают отличную производительность, так как надолго их явно не хватит. Да и покупать RTX 3070 в пару с Ryzen 3 3100 как-то не очень логично по цене, поэтому на мой взгляд минимальными процессорами под RTX 3070 выступают Ryzen 5 3600 и Intel'овские Core i5 10400F и 10600K. А ссылки на все процессоры я отсортировал по группам для каждой видеокарты и оставил в описании. Первый процессор сейчас можно найти примерно за 15 тысяч рублей, а Intel'овские 10400F обойдется примерно в 14 тысяч. Все эти процессоры имеют на своем борту по 6 ядер и 12 потоков и выступают примерно на одном уровне производительности. И раз мы уже знаем, что RTX 3070 будет по производительности как RTX 2080 Ti, то давайте посмотрим, как Ryzen 5 3600 нагружает эту видеокарту в Full HD. В бенчмарке Lark'е явно видно, что в джунглях видеокарта нагружена почти полностью и эта связка отрисовывает около 150 кадров. А вот когда дело доходит до большой локации, то здесь мы видим явный недогруз. Видеокарта практически все время держится на 65% загрузки, а процессор высаживается почти на 80%. Но обратите внимание на количество кадров. Фреймрейт почти все время держится около сотни. Логично бы было предположить, что Ryzen 5 3600 не хватает для нагрузки такой видеокарты. Но если здраво подумать, то оставшиеся 30-40% как раз таки остаются для высокого разрешения. Так как за разрешение ответственна именно видеокарта. А в Full HD производительность просто упирается в процессор, который не может отрисовать больше сотни кадров. В Одиссеи примерно такая же картина, но RTX 2080 Ti нагружена практически под завязку. И запаса под 2К и 4К здесь уже намного меньше. А вот в Jedi можно проглядеть схожую картину с Ларкой. Видеокарта все время работает на половину мощности, так как процессор попросту не может отрисовать больше кадров. И в итоге это еще раз подтверждает то, что новые видеокарты созданы именно для 2К и 4К. Где вот этой разницы в недогрузке попросту нету. Поэтому можно спокойно сказать, что RTX 3070 будет избыточна для Full HD на момент ее выхода. Однако спустя время игры в любом случае начнут больше нагружать видеокарту. И именно в Full HD у нее будет больше запаса для комфортного FPS. Поэтому минимальным процессором под нее я бы уверенно назвал Ryzen 5 3600 и Core i5 10400F. Также можно рассмотреть установку RTX 3070 в пару к Ryzen 5 2600. По крайней мере в нынешних играх его тоже хватит под такую видеокарту. Если вы играете, например, в 2К. Но не стоит забывать еще про новую технологию загрузки памяти, которая призвана освободить процессор от лишней нагрузки. Если эта технология действительно покажет себя хорошо, то думаю любой шестиядерник спокойно проживет в паре с RTX 3070 очень долго. И еще мне хотелось бы остановиться на разъеме PCI-Express. Для RTX 2080 Ti и соответственно RTX 3070 хватит скорости PCI-Express 3.0. Но вот для более старших видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 новая версия разъема точно лишней не будет. А поддерживается она, как мы знаем, только Ryzen на Zen 2 и материнками B550 и X570. А вот как себя будут вести топовые карты в старом PCI-Express 3.0 пока не ясно. Ведь вряд ли его пропускной способности хватит для эффективной загрузки сразу 24 гигабайт видеопамяти. Но на презентации Nvidia не раз упоминала, что тесты проводились на Core i9, который в любом случае не имеет поддержку PCI-Express 4.0. Так что думаю нет особого смысла гнаться именно за версией 4.0. Но если вы покупаете Ryzen под RTX 3000, то лучше потратиться на материнку с ее поддержкой. Ну а для более старших видеокарт я бы вам советовал покупать уже восьмиядерные процессоры. Например, сейчас можно взять Ryzen 7 3700X за 26 тысяч рублей. Его точно хватит, чтобы обеспечить тот самый запас для видеокарты RTX 3080. Это позволит вам стабильно играть в разрешении 4К даже в самые новые игры. Так как вы прекрасно видели нагрузку шестиядерного Ryzen 5 3600, когда всего при 100 кадрах он был нагружен на 75%. Пройдет еще пару лет, и ему трудно будет отрисовать 60 кадров на ультрах. И ваша RTX 3080 начнет просаживать FPS в царском разрешении 4К. А вот как раз эти два дополнительных ядра Ryzen 7 3700X и дадут комфортный гейминг к нексгене в разрешении 4К. Также стоит отметить и интеловский i7-10700, который сейчас можно найти примерно за 29 тысяч рублей. Его также хватит для комфортного гейминга в будущем, и он спокойно справится с RTX 3080. Что касается самой RTX 3090, то тут спорный вопрос. Если вы действительно собрались покупать ее и играть в 8К, или хотите получить царский FPS в 4К, то вам этих двух восьмиядерников хватит. Тем более учитывая новую технологию загрузки памяти. Но если у вас есть такая сумма на RTX 3090, то я бы про запас подумал о совсем далеком будущем и приобрел бы i9-10900 за примерно 39 тысяч рублей. Или же взял многоядерную ряженку 3900X за 42 тысячи. Этих камней точно хватит, чтобы RTX 3090 прожила весь свой жизненный цикл и выдавала отличный FPS. А тем более если вы собираетесь играть именно в 4К, а не в 8К, на которые она рассчитана. Так как для 4К гейминга ее мощности хватит точно лет на 5. А вот какие требования будут у игр через 5 лет, никто не знает. И собирая такую топовую сборку, лучше потратиться на самые топовые камни. Так что в общих чертах я себе представляю именно такую картину. Для RTX 3070 будет идеально взять Ryzen 5 3600 и для i5 10 поколения. Про запас можно также взять и 8-ядерные камни для 3070. А для старших видеокарт идеально подойдут нынешние 8-ядерники и самые топовые 10-ядерники и 12-ядерники. Так что тем, кто уже собирается под новые RTX 3080 и 3090, могу смело посоветовать эти камни. И конечно же более выгодным вариантом по 3090 будет взять именно Ryzen с поддержкой PCI Express 4.0. А вот тем, кто уже собирается приобретать ПК под RTX 3070, я бы посоветовал либо брать сейчас эти процессоры, либо подождать немного нового поколения AMD. Как раз видеокарты появятся в РФ где-то в ноябре, и к тому моменту уже AMD должна показать нам свои Zen 3. И возможно более выгодным вариантом с запасом под Next Gen будет именно Ryzen 5 4600, нежели 3600 или 3700X. Что касается процессора Ryzen 5 3800X, то я бы вам вообще не советовал его покупать. Так как переплата по сути за высокую частоту, которая особо не дает прироста в играх вообще. Конечно, если вы найдете его по цене чуть дороже 3700X, то в таком случае можно его и взять. Также для RTX 3090 можно тоже подождать выхода Zen 3. Так как нынешний Ryzen 9 3900X может оказаться в заметном проигрыше по сравнению с новым процессором на Zen 3. А какого-то Ryzen 7 3700X вам может попросту не хватить в будущем. Поэтому на сегодняшний день раскладка по процессорам такая. Вполне возможно она может поменяться, когда уже точно будет известно, так ли нужен PCI Express 4.0 для топовых RTX 3000. И как именно снижает нагрузку на процессор топовая технология Nvidia. А в ближайшее время я сделаю самые годные сборки ПК под видеокарты RTX 3000. Правда самую общедоступную RTX 3070 придется ждать еще 2-3 месяца. А покупать затычку на это время не очень логично. Поэтому я решил сделать общую сборку под любую карту RTX 3000. А уже к выходу RTX 3070 будут сборки именно для нее. И кстати DDR5 уже совсем не за горами. И в начале следующего года она уже будет. И возможно Zen 3 появится уже с поддержкой DDR5. Но об этом поговорим уже в воскресном выпуске новостей. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях. Или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!